решил заняться реставрацией вот старого поддона от подолки сделаю его будет конфетка для этого надо подразобрать его вот эти вот железяки мне конечно же не нужны под замки снять надо затем снять вот эти вот шарниры это я тоже выключу наверно что обработки не мешало здесь сделаю скобу запирать машинку проклеить надо его поддончик просохся шарниры крепятся с днища такими мощными винтами на 6 открутил их с трудом вот они их тоже надо почистить от ржавчины вот так они крепятся вот так крепятся эти шарниры это тоже нам не надо в реставрированном поддоне здесь я закрою вставочками избука они будут сплошные вот эти места вот такой полуфабрикат получился его фурнитура так сейчас у меня где-то остатки есть буковые материала остатки я изготавливал же целиком буквы сейчас сюда вставочки вот здесь щели сюда вставочка все это зашлифуется и будет одно целое вот эти кусочки бука очень даже пригодятся сюда вот вставочки но это сюда 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 и сюда сейчас буду изготавливать надо все сейчас проклеить все постоит сутки потом буду уже шлифовать сегодня просто проклейка подготовка делаем полосочку полосочку бука возможности все вот щепо это отколол она пойдет и сюда и туда ну вот так заготовку уже сделал сюда вкладыши сделаю и тут надо все 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 проклеивать он она рассохлась здесь ставочки будут я уже подобрал щепочки они зашлифуются и все закрою ну вот из этой вот так можно сказать пациент клиент на выброс на помойку я сделаю с нее хорошую вещь это бук вот этот материал бук клей буду использовать вот хороший клей кити бонд американский отличный клей только надо чтобы сейчас он на холоде у надо чтобы он таял гараже стоял знаю можно его хранить поди испортился да нет наверно ничего не указано но клей хороший лимб вот если склеить я занимался вот эти вот с нуля когда делать можно даже не усиливать места соединения не усиливать саморезами он держит мертвого вот этот вот тити бонд оригинал хороший клей есть у меня еще польский титан вроде польски он тут где-то я видел вот или не польский нашли производство польши да вот польша ну как говорится уже не то пальто я им вклеивал вот ну можно вот поперечины вот эти опоры ну а вот основные клею вот таким все проклеено сохнет завтра продолжу так ну что ж сутки закончились все проклеилось я думаю так теперь надо срезать вот эти вставыши здесь все зашлифуем аккумулятор заряжен все теперь главный инструмент это вот это вот насадочка на шуруповер и и вот такие диски крупные пока возьмем потом по мере шлифовки вот 320 сейчас поеду прикуплю еще дисков как раз по дороге ну вот все клей схватился сейчас грязная работа надо фартука делать а Вот такая получается заготовка так сказать после первичной обработки шлифовки крупной сороковкой постепенно вырисовывается структура вот до этого это какая-то 240 мне надо прикупить сейчас вот пройти с 400 еще будет более красивая вот она я как говорил розоватая здесь вот грубая сороковка но это в процессе она конфета будет короче вот такая получается поверхность это вот после 400 обработки обработки а вот это на черновую разница есть конечно же вот она гладенькая уже наверное на 400 я и становлюсь это не мебель изготавливаю почти почти завершил думаю что ее лизать сильно это старье лет 70 этому поддону в принципе была бы у меня еще наждачка но у меня 400 тут бы 600 еще пройтись и было бы вообще ну остановимся на этом для поддона это чересчур дивно будет если 600 еще так ну теперь масло льняное плюс воск плюс канифоль у меня тут есть такой раствор пройдусь и потом шеллаком вот она уже можно одним маслом это же бук не сосна какая-нибудь там все таки какое-никакое красное дерево вот вот так пройтись и уже красота проступает структура у бука мне нравится есть конечно более редкие что ли благородные не знаю чем они отличаются по мне так лучше бука и нету я правда более ничего и не видел кроме бука кедра и сосны ну мне бук нравится вот так красота вот можете заценить вся структура его проявилась шеллаком закрепим результат масло высохло теперь вот у меня шеллак 15% я писал как его делать из чего вот сейчас пару раз покрыть шеллаком и будет вообще дивно вот он уже ну камера не передает шеллаком если кто не знает все вот гитары советские ленинградки там мандолины все побыли покрыты шеллаком это очень старое средство его 300 лет назад еще применяли краснодеревщики в качестве лака так как более ничего и не было другого вот хорошая штука что по дереву что машинки старые с деколями деколями машинки тоже покрыты зингера все вот эти гушьи машины пмз все покрыты именно шеллаком вот такой вот лак все теперь еще вверх и наверное все на камеру конечно не так видно но уже не сравнить с тем чудом что было изначально был кандидат на помойку а сейчас вполне прилично приличный поддончик вот его цвет вот текстура вся проявила так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая нехитрая реставрация Прямо стал выглядеть очень и очень прилично Вот такие средства использовались Клей Titi Bond Этот клей, тоже маленько я его там кое-что подклеил Шерлак, льняное масло Ну и болгарка Ой, болгарка Болгарка в этот раз не участвовала Шуруповерт с насадочками Все Более ничего Планирую Сделать наконец-то на 51 и на 25-30 поддончики Кедр увидел, кедровые досточки продаются Я ее распущу, там 80 Она будет, вот эта 70 Та будет где-то 83 Высотой, где-то вот так вот, наверное Вот на такие досточки распущу И Сделаю два поддона Покажу Как там, что Там тоже ничего хитрого Ну Бука Сейчас нет у меня возможности купить Да он, наверное, сейчас и стоит Что-то я даже Не хочу Интересоваться А по тем ценам, что его продают где-нибудь в Леруа Он мне даже это Совсем не нужен Ладно Всем пока Продолжение следует...